Всем привет! Снимаю продолжение видео. Мы уже вернулись из суда, где нас расписали. Я надеюсь, что погода у нас потеплела и стала немножко светлее. Я уже переоделась. И вот мой бутейтик со мной рядышком. Нормально себя чувствует. Хочу рассказать быстренько девчонкам на будущее. Возможно, кому-то пригодится информация. Значит, как происходит роспись в Америке? Такой эконом-вариант, скажем. Первое. Я зашла на сайт и посмотрела информацию по нашему каунте, что относятся, какие документы нужны. Когда я уезжала с Украины, у меня были документы уже переведены за постелированные в Министерстве юстиции. И были все справки, которые я слышала от девочек из других видео. То есть в моем случае это было свидетельство о рождении. Нового образца, старого образца никому не нужны. Даже если они были Советского Союза. Даже если потом они были такие зеленые, ламинированные, но не советского же, украинского образца. И потом голубые, такие большие. Вот у меня новый образец, это голубой. На голубом таком бланке сделанный. Ну, кто с Украины, тут понимает, о чем идет речь. Потом я делала информацию о моих документах о разводе предыдущем. Я принесла документы о разводе. Свидетельство про розерывание шлюба. Они сказали, что просят для постеля принести вытяг о том, что вы были замужем. Поскольку вы едете в США, пожалуйста, сделайте в ЗАГСе вытяг. Так, закажите из Державного реестра о том, что вы были замужем 5 лет, о том, что у вас нет детей. В этом вытяге на первой странице, там листик с двух страниц. На первой странице о том, что вы были замужем. И на второй странице о том, что вы развелись по причине того, что у вас нет детей. Неважно, какие другие причины, по закону только так разводят в ЗАГСе, если нет детей. Если есть детки, то только в суде. Значит, перевод этих документов. И все эти документы... А, и еще я сделала справку об отсутствии судимости. Значит, уже когда уезжала с Украины в последний момент, тоже ее запостелировала, перевела и поставила на все документы нотариальное подтверждение украинское. Я знала, что в Америке нужно делать американское. Но на всякий случай, чтобы, знаете, туда-сюда не мотаться, думаю, ладно, пусть с ними с этими деньгами сделаем. Я зашла на сайт, проверила уже здесь в Америке, по нашему району, что, где, чего нужно делать. Мои документы от меня требовался, как от гражданки другого государства, с закордонными паспортом с моей визой, потому что я легально пересекла границу. А потом... Это основное. Если вы никогда замужем не были в разводе, то никаких документов от вас больше не потребует. Еще один важный момент. Это необходимо, чтобы все документы, которые были из другой страны, обязательно с апостилем переведены на английский язык, и чтобы были нотариально заверены в Америке американским нотариусам. Но когда вы обращаетесь в американскую нотариальную, это называется паблик нотари здесь, контору, они не могут прочитать оригинал. То есть перевод они прочитали, а вот что находится в этом красивом разноцветном бланке с какой-то там страны Украина, которая даже не очень знает, где она находится, то сказали мне, пожалуйста, лучше обратитесь к человеку, который хотя бы может прочитать, о чем идет речь. Нашла я такого человека у нас в соседнем, через два города от нас. Все это я сделала в нотариальной конторе, автотакс сервис. Там была девушка, ну женщина, которая владеет языком, она может прочитать оригинал. У нее есть все лицензии на предоставление нотариальной деятельности до 2021 года. И все законно, она ознакомилась с оригиналом, она поняла, что перевод правильный, все в порядке. Мы сделали афидевит на все документы. И когда уже мы обратились в суд, мы пришли, просто приехали в наш самый ближний суд по месту жительства, вот где мы живем, да, где наш домик. И там нам сказали, что, пожалуйста, ожидайте, вас пригласят. Мы где-то подождали в коридоре, наверное, 2-3 минутки, и нас пригласила милая девушка в комнату. Небольшой кабинет, был огромный монитор, на котором транслировалась наша информация, где мы заполняли анкету. Это все предоставляли ей с наших документов, да. Как гражданину Америки, моему супругу, ему нужно было предоставить ID или удостоверение личности, которая тут и является водительскими правами. И потом, поскольку он как бы путешествовал за границей, у него есть, так сказать, закордонный паспорт, и он предоставлял паспорт также. Мой паспорт взяли, его паспорт взяли. Взяли информацию про разводах наших предыдущих, взяли информацию, еще спрашивали о родителях. Ну, там, с американскими именами все в порядке, а вот с русскими именами, с украинскими, это очень тяжело для них. И мое свидетельство о рождении с переводом с датариально удостоверенной копией понадобилось для того, чтобы девушка правильно записала эту информацию о родителях. Они спрашивают, кто мама, кто папа, фамилии, имя, отчество. Только у нас нету middle name. Отчество они не записали, просто спросили, прочитали. Они спрашивают, где родились, в каком городе, в какой стране. Все это, если вы знаете, можете ответить, если нет, то нет. С ваших слов информация записывается о вашем образовании, где вы работали, какая у вас профессия, сколько лет вы учились в высшем учебном заведении, учились ли вообще. То есть все это заполняется. Минут 10-11 вы платите 80 долларов. Вам выдают такой большой длинный бланк. Первая часть это о том, что у вас уже есть marriage license. Вторая часть это ваш будущий marriage certificate, который нужно будет, ну, через там, неопределенное время он вступит в силу, когда у вас будет церемония. И третья часть это просто вы потом отправляете в суд. Вот наш главный суд, вот в Деллистауне, это город, откуда я показывала видео о дворце Мерсера. Вот как раз вот в тот город нужно будет отвезти чек, выписка о том, что у нас произошла церемония. Вот. В течение 10 дней после церемонии нужно будет его отвезти. То есть нам как раз его пришлют еще. А после того, как девушка посмотрела наши все документы в суде, она все заполнила самостоятельно, собственно, ручно, вот, в базу ввела вот это вот заявление, fill out application for marriage license, это называется. И потом выдала нам вот этот длинный лист из трех частей, мы заплатили 80 долларов, и все, три дня мы ожидаем. Нам еще выдали бланк информации по, значит, кто вас может расписывать, какие требования по закону. Потом еще нам выдали бланк с адресами судов, и другой бланк с действующими, как сказать, мэрами, и, то есть, распорядителями, главами маленьких городочков, которые могут вас расписать, имеют лицензию, то есть имеют право на это дело. Но если обращаться в суд, понятно, это будет быстро, церемония не торжественная. Если обращаться к вот этим вот главам городов, к мэрам, то понятно, что это все будет, вы знаете, церемония, это 10 тысяч долларов, это с гостями, с цветами, с украшениями, с лимузинами, с платьями и со всем на свете. То есть это очень большие растраты. То есть свадьбы, тут на свадьбе люди тоже берут кредиты, как оказывается. Но поскольку это уже не первое замужество в моей жизни, то мы сделали такой эконом-вариант. Лучше машину купить и что-то в дом, чем тратить на те же самые деньги, допустим, на платье и тому подобное. Дальше. Мы позвонили в суд. Сразу в первый звоночек нам сказали, что, пожалуйста, звоните в суд по вашему району. Наш суд по району, не все суды могут выдавать вот эти вот лицензии. Значит, некоторые суды, они уже, когда вы подадите заявление на marriage license, вам дадут уже этот список, и там по списку судов будет написано, какой суд принимает заявление на роспись, какой суд делает церемонию, какие суды вообще отвергают. То есть нам сказали, первый звонок нам сказали, обращайтесь в ваш суд. В нашем суде не делают церемонии вот этих вот быстрых, да. И мы просто позвонили в следующий по списку суд и сказали, да, конечно, пожалуйста, приезжайте. Нам от дома ехать где-то минут 11. Вот. Нам назначили день. Получается, в четверг мы подали заявление. И на следующий, 27 апреля, и вот в течение вот этих вот дней до понедельника мы звонили, выясняли, и в понедельник, 1 мая 2017 года на 10.45 утра у нас была назначена церемония. Marriage ceremony это называется. Вот. Мы приехали, готовились. Вот как мы готовились, в принципе. Видео уже я вам показывала. Вот. Как я выглядела, я вам тоже показала. Вот так вот. И что еще? Да. Вы приезжаете в суд за 10-15 минут. Там будут люди идти по очереди. То есть там такой небольшой конвейер, но все без спешки, все нормально. А суд, он у нас был двухэтажный. Суды тут, здания суда разные. Есть одноэтажный, есть двухэтажный. Первый был у нас одноэтажный, куда мы подавали заявление. Второй был, где у нас роспись двухэтажный, белый. Чем-то похож на магазин, не знаю. А внутри, это снаружи. А внутри похоже на сберкассы, знаете. Вот Ощадбан, что-то наподобие этого. Метр вправо, метр влево. Тоненький метровый коридорчик. И вот все ждут по очереди, когда кого будут расписывать. Приходят с детками, с гостями. Приезжают на машинах. Украшенных машин я вообще не видела. Были скромно одетые невесты, были с детками невесты, были уже взрослые люди. Вот пара после нас, им было уже за 65 лет. Вот жених уже такой с палочкой был. В джинсах голубых и в желтой футболке. Вот, такие патриотичные. Прям как я сейчас. И невеста была тоже его возраста. У нее случилась неприятность перед росписью. То есть, когда они ждали эти три дня, она сломала плечевой сустав и руку. То есть, у нее левая ручка была вся забинтована в гипсе. То есть, она может ходить все, но видно, что она держится за ручку и пытается как-то не подавать вида. Ну, там понятно, что если церемония назначена, то надо идти. Вот, как была невеста, она выглядела в таких сандаликах телесного цвета, в розовых таких брючках. Ну, так солидно выглядела. И в белоснежной плоске, да. Ну, и с гипсом, да. Вот, в украшениях, по-моему, даже, да, немножко золота было. Я тоже надела, нацепила на себя, когда расписывалась. Вот, она тоже так чуть-чуть приукрасилась. То есть, они были без цветов. Кстати, многие были без цветов. Некоторые были с цветами а-ля с магазина, вот как мы покупали только вообще даже в упаковке. Извини, никакого букета с ними не пытались соорудить. Другая девушка была просто с одним цветочком в руках. Ну, как-то... Что ж, совсем нельзя как-то пять цветочков сделать, не знаю. Девять цветочков, одиннадцать, там, пятнадцать. Ну, что ж, с одним-то как-то совсем уж печально. Были у людей гости, и всё. В общем, мы подождали немножко в коридоре. Я не снимала суд, потому что там и были люди, и очень мало места. И как-то все так сидят, стоят друг на друга, смотрят. Как-то, ну, что я буду телефон доставать? Тут сама с этим цветком, моим букетом, вот такой тяжёленький у меня. Вот. И, получается, нас пригласили, сказали, мол, так, мол, так, проходите. Мы заплатили сорок три доллара за эту торжественную церемонию. Наличными обязательно мы приготовили с собой. Мы привезли с собой вот этот вот длинный наш лист marriage license, который нам разорвали потом на части, и потом в конце уже нам выдали. Я уже расскажу, как было выглядело. И всё. То есть ни паспорта, ничего мы не предоставляли, никакие идентификации личности. Вот. Перед этим мы заехали в нотариальную контору, заверили наш договор брачный. В общем, всё в порядке, всё действует, всё по закону. Да, у нас есть брачный договор. Если кому-то интересно, да, подписали. Вот. Условия я разглашать не имею права, поскольку я под присягой, и это конфиденциальная информация. На английском языке, да. Потому что русская копия была настолько криво переведена, что мне легче показать оригинал, и если какие-то слова я не понимаю, мне легче их быстренько там в транслятор кинуть, перевести. Вот. Пару предложений, потому что переводы здесь неправильны, я вам хочу сказать. Лучше почитать английскую копию. Если что-то не поняли, сами переведите, ну, не доверяйте никому. Потом, значит, вас приглашают, приходит судья в такой красивой мантии. У нас женщина была где-то лет 35-40, тёмные каштановые волосы, каре в очках, такая приятная в теле, ну, она не пышная была, ну, такая аккуратная женщина, приятный голос, добрая, я бы сказала, kind, kind, добрая, добрая. Я так иду, иду уже по коридору, она показывает, куда проходить, там такие маленькие проходы, открываю дверь, а там в зал заседания, как в фильмах показывали, я такая, господи, куда идти, куда заходить? В общем, показали, куда идти, мы сняли верхнюю одежду, всё, сумки кинули на стулья, и подошли прям вот к этой вот самой месту, где сидят судьи, но она не сидела, она вышла к нам, у неё были наши документы в руках, клятва, и мэридж сертификат, который она должна нас подписать, тот, который нам выдали ещё три дня назад, вот он вступает в силу, вот когда мы произнесём нашу клятву. Я стою, у меня глаза на мокром месте, она смотрит, у меня с обоих глаз просто рекой, текут слёзы, и мой супруг это видит, он такой, всё нормально, всё нормально, вот, и я успокоиться не могу, у меня какое-то истерическое уже, ну я там не ревела взахлёб, но у меня реально текут огромные, такие прям град слёз, она смотрит, и улыбается, и понимает, что это от волнения, и это всё не просто так, и да, всё было очень волнительно, и сейчас что-то меня это накрывает с головой, когда я это рассказываю, ой, девчонки, да, в общем, стояла в белом своём платье, на каблучках, в туфельках телесного цвета, он был в рубашке красивой, в брюках, в туфлях, в общем, всё как полагается, красивее, как новокупечка, да, и я же с букетом, вот, мы произнесли, значит, она нас спросила то-то, 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 он сказал, айду, я, потом моя очередь, она ко мне произносит те же самые слова, я сказала, да, айду, я согласна, и потом идёт сама клятва, то есть он сначала повторяет за судьёй, и потом я повторяю за судьёй, я немножко в моей части запнулась на одном предложении, потому что перед росписью я сказала, что если ты увидишь, что я что-то не понимаю, а я когда нервничаю, у меня всё снесло в английский забывается, у меня, знаете, всё ветром снесло, и он об этом знает, я говорю, повтори мне или дай мне понять, то есть у нас есть такие фишки, когда он мне помогает простыми словами просто перефразировать, и до меня доходит, особенно когда я нервничаю, у меня мозг отключается, я не хотела нервничать, ну как-то вот, ну не смогла я, не смела, не собладала я с собой, вот, хотя, ну ничего страшного не было, ничего у меня не спрашивали, такого чего там, не знаю, как на экзамене какой-то, нет, всё было нормально, атмосфера была хорошая, внутри всё было красиво, аккуратно, там были такие большие цветы комнатные, пальмы, не пальмы, фикусы, не фикусы, вот что-то такое, ну я же со своим гигантским букетом, вот, и потом, он мне помог быстренько это предложение, он мне повторил, я повторила всё, я говорила не громко, он говорил нормально громко, ну как бы, как сказать, комнатный звук, она улыбнулась, всё, мы стояли, как бы, обнявшись друг за друга, так за талией держали, потому что там надо цветы убрать в одну сторону, и двумя руками друг друга держать за руки, ну как бы быть повернуты друг к другу лицом, и смотреть, ну, глаза в лицо, у нас всё было друг с другом, мы так встали, поры, ну, вместе, вот, напротив судья, она говорит, так, это мы пропускаем, это мы пропускаем, тут вы не так стоите, всё нормально, то-то-то-то-то, вот, всё хорошо, и она обращилась к нам по имени, да, и моё имя нормально, сказала его имя, всё в порядке, и всё, она говорит, поздравляю, вы можете поцеловать друг друга, мы три раза поцеловались, и я чуть-чуть успокоилась, я уже не так, не сильно ревела, вот, уже все салфетки остались в сумке, там, на лавочке, в зале, сюда, и она нам выдала наш, марш сертификейт, оригинал, с золотой печатью, в общем, всё так красиво сделано, тут печати, в Америке, они такие рифлёные, как будто выдавленные на листе бумаги, не просто, как будто чернилами, как у нас в Украине ставят, наверное, в России, а такие они выдавленные, очень интересно, они их делают, и золотая такая залитая плёнка, я не знаю, вот что-то такое, я не знаю, как они это делают, честно, по технологии, потом нам выдали чек об уплате 43 долларов за церемонию, нам выдали нашу клятву, то есть полностью всё, что она говорила, там, красивый такой лист бумаги, распечатанный там, с такими вензелями красивыми, и, кстати, я всё это файли, нам прямо вот так вот из рук в руки отдают, то есть у нас с паспорта никто ничего не смотрел, кто мы, что мы, сразу мы выдали наш marriage license, то, которое будет marriage certificate, она у нас небольшая, этот, как сказать, paper, это лист бумаги, он где-то чуть меньше, чем А5, вот так вот, ну вот, чуть больше, чем обычный блокнотик, но меньше, чем, а если А4 разрезать напополам, ярко-жёлтого такого цвета, там чёрным текстом, есть как будто от руки написано, а есть напечатано там имя, фамилия на компьютере, вот, и через несколько дней, ну, 2-3 дня, должен прийти нам вот эта вот третья часть отрывная, которую мы должны отвезти в наш суд самый главный, о том, что у нас произошла церемония торжественная, мы уже законные супруги, и мы в течение 10 дней должны по закону обязаны отвезти его в суд, и всё, вот, потом, если понадобится какая-то информация, мы делаем копию, натурально заверяем уже для иммиграционной службы нашего сертификата, и если, допустим, понадобится в Украине эта информация, я могу отправить в Госдепартамент оригинал нашего marriage license для поставления апостиля, и это стоит 15 долларов, там нам тоже, я спросила в первом суде, когда мы с девушкой заполняли аппликейшн, то есть заявление с нашими данными, я спросила про апостиль, она мне выдала инструкцию, как бы алгоритм, что, как, чего, зачем и почему на английском языке, там всё понятно, пару слов можно перевести, вот, и куда обращаться, сколько это стоит, то есть, если я буду ехать в Украину, повидать своих родных и близких, и нужны будут какие-то вопросы с госслужбами, я обязательно сделаю апостиль, и с собой возьму на всякий случай. Если подытожить, то документы, которые требуются для подачи заявления на заключение брака от граждан других государств, это паспорт с действующей визой, и ваши документы о разводах, если они были обязательно с апостильным, с переводом и с натуральным заверением уже в Америке от их нотариуса, или же на всякий случай можно взять свидетельство о рождении для того, чтобы правильно были внесены данные о маме и папе, потому что с именами бывает с правильным написанием, тут у них бывают проблемы. Для граждан Америки здесь нужен паспорт, если человек был за рубежом, ID человека, который является и удостоверением личности, и также водительским удостоверением для вождения автомобиля. Потом нужен social security number, и если был развод, информация о разводе, и все. И 80 долларов. По времени, значит, в первом суде на подачу заявления нам решилась, мы потратили где-то 11-12 минут внутри, сама церемония уже во втором суде, где у нас была назначена церемония, вот, росписи, брачная, где-то она проходила, ну, мы ожидали, в коридоре, и проходила на где-то минут, не знаю, 7-8, хорошо, 10, нам сказали по телефону, что будет 15, но мне показалось где-то минут 7-8, ну, хорошо, 10, вот, 15-то сильно много, это, наверное, когда гости есть, и все на свете. Свидетелей у нас в штате Пенсильвания не требуется, кольца не обязательны, в общем, приходите в чем хотите, как хотите, главное, чтобы вы вдвоем были в трезвом разуме и доброй памяти, делали все по здравому волеизъявлению, то есть по вашей свободной воле. Вот так вот рассказала вам кратко информацию по тому, как что делается, простите за болтологическое видео, надеюсь, эта информация кому-то была полезна.